РАДИО ЗВЕЗДА Артур Конан Дойль Рассказ «Кровавое пятно» Читает Игорь Старосельцев В первый раз я увидел место преступления. Это был высокий дом с узкими окнами, скучный и солидный. Типичный дом 18 века. Из окна на нас глядела бульдожья-физиономия лебезно улыбающегося инспектора Лестрейда. Дверь нам отворил констебль высокого роста, а Лестрейд радушно встретил нас в передней. Мы вошли в комнату, где и произошло убийство. Сейчас от него уже не осталось никаких следов, только на ковре виднелось безобразное расплывшееся пятно. Ковер был небольшой и покрывал лишь середину паркетного пола. Чудный старинный паркет состоял из отполированных квадратиков. Над камином висела очень красивая коллекция оружия. Отсюда-то и взяли кинжал, ставший орудием преступления. Напротив окна стоял великолепный письменный стол. Вся обстановка — картины, ковры, обои — свидетельствовала об изящном вкусе покойного владельца. «Вы читали телеграмму из Парижа?» — спросил Лестрейд. Холмс утвердительно кивнул головой. «Наши французские коллеги попали в самую точку», — сказал Лестрейд. «Все произошло именно так, как они говорят. Явилась она неожиданно, а иначе бы он ее не впустил. Это был очень осторожный и закрытый человек, но нельзя же держать человека на улице. Жена наверняка объявила, что выследила его, стала упрекать, а потом схватила кинжал, и дело сделано. Предположим, что она убила его не сразу. Все стулья валялись в куче, а один из них хозяин дома держал за ножку, очевидно, пытался защититься от нее. «Да, мистер Холмс, теперь это дело ясно мне до такой степени, как будто я и сам присутствовал здесь во время убийства и видел все своими глазами». Холмс поднял брови. «Так зачем же вы послали за мной?» «О, это совсем другое дело. Это мелкая деталь, которыми вы всегда так интересуетесь. Прямо вздор, сущая безделица, можно сказать. К главному факту это никакого отношения не имеет. Так в чем же дело?» «Видите ли, после того, как было совершено преступление, все вещи в этой комнате сохранились в таком же порядке, в каком они были найдены. Тут ничего не трогали, все оставалось на своих местах. Дежурный полицейский оставался здесь и днем, и ночью. Тело похоронили сегодня утром, после того, как следствие объявили закрытым. По этому случаю мы и решили хорошенько покопаться в этой комнате. Видите ли вы этот ковер? Он не прибит к полу. Мы подняли этот ковер и нашли. Ну, и что же вы нашли? Холмс неожиданно заволновался. «Вы столь лет будете думать и не угадайте, что мы нашли», — сказал Ластрейд. «Видите это кровавое пятно на ковре? Крови ведь было очень много, и она должна была просочиться насквозь, не правда ли?» «Конечно». «Как же вы удивитесь, когда я вам скажу, что пол под ковром совершенно чистый, никаких следов крови там нет». «Как это так, пол чистый?» «Может ли такое быть?» «Да, это, конечно, невероятно, но факт остается фактом. Пол чистый». Он приподнял угол ковра, и мы увидели, что паркет действительно был совершенно чист. «Поглядите-ка, кромка ковра вся измазана, следы крови должны были остаться и на полу». Видя изумление Холмса, Ластрейд захихикал. Ему было приятно, что он удивил знаменитого сыщика. «Ну-с, а теперь я объясню вам этот феномен. На полу есть кровавое пятно, но оно не совпадает с пятном на ковре. Взгляните-ка!» Он приподнял ковер с другой стороны, и действительно, на белом квадрате пола мы увидели большое красное пятно. «Что вы на это скажете, мистер Холмс?» «Что же, это очень просто. Пятно на полу находилось под пятном на ковре, но потом ковер перевернули. Коврик небольшой, и сделать это нетрудно». «Официальная полиция, мистер Холмс, не нуждается в таких очевидных объяснениях. Мы и сами знаем, что ковер был перевернут. Это ясно, ибо пятна на полу и на ковре не совпадают. Но я спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?» Холмс казался холоден и непроницаем, но для меня было ясно, что он с трудом сдерживает сильное волнение. «Скажите, Лестрейд, констебль постоянно дежурил в этой комнате?» — спросил он. «Да, он никуда не отлучался. Послушайте моего совета. Изучите это дело хорошенько, но только не допрашивайте констебля при нас. Если вы поговорите с ним наедине, он быстрее признается. Спросите его, как это он посмел пускать сюда посторонних и оставлять их без присмотра. Не спрашивайте, признает ли он себя виновным, а говорите с ним так, как будто его вина уже доказана. «Дайте ему понять, что вы знаете о том, что в этой комнате кто-то побывал. Прижмите его. Скажите ему, что он заслужит прощения только в том случае, если чистосердечно во всем признается. Делайте то, что я вам говорю». «Клянусь, я выжму из него все, что он знает!» — воскликнул Лестрейд и бросился вон из комнаты. «Скорее, Ватсон, скорее!» — воскликнул Холмс, дрожа от нетерпения. В этом возгласе обнаружилась вся бешеная энергия этого человека. Энергия, искусно скрытая под рассеянным и апатичным видом. Он сорвал ковер и, встав на колени, начал лихорадочно ощупывать пол. Один из квадратиков, когда он нажал на него, отскочил вверх, как крышка шкатулки. Под ним оказалось небольшое углубление. Холмс запустил туда руку, а затем зарычал от обиды и злобы. В углублении ничего не было. «Живее, Ватсон, кладите ковер на место!» Мы успели закрыть крышку и положить ковер. В коридоре послышался голос Лестрейда. В момент его появления Холмс стоял, небрежно прислонясь к камину, спокойный и скучающий, едва сдерживавший зевоту. «Простите, что задержал вас мистер Холмс. Я и сам вижу, что вам до смерти надоело это дело. Вы были правы. Он во всем признался. Подойдите-ка сюда, Макферсон. Расскажите этим джентльменам о вашем непростительном поведении». Высокий констебль, красный как рак, с выражением раскаяния на лице, вошел в комнату. «Уверяю вас, сэр, ничего плохого на уме у меня не было. Вчера вечером сюда зашла молодая особа и сказала, что ошиблась с домом. Но я с ней немного поговорил. Знаете, скучно сидеть одному весь день. И что же было дальше? Она заинтересовалась этим делом, читала в газетах про убийство. Это была очень важная дама, сэр, так как говорила она хорошо и складно. И я подумал поэтому, что ничего плохого не случится, если я впущу ее в комнату. Она вошла сюда, увидела кровь на ковре и хлопнулась в обморок. Лежит точно мертвая. Я бросился на кухню за водой, стал ее поить, а она хоть бы что. Тогда я помчался за угол в таверну тисовое дерево за бренди. Но пока я ходил, она пришла в себя и ушла отсюда. Наверное, ей стало стыдно из-за своей слабости, и она побоялась взглянуть мне в лицо. А как выглядел ковер после ее ухода? Он был немного сдвинут, сэр. Она ведь прямо на него упала, а ковер-то не прибит к полу. Он сдвинулся. Я его и поправил. — Это будет вам уроком, констабель Макферсон, — с достоинством произнес Лестрейд. — Теперь вы видите, что меня невозможно обмануть. Я только взглянул на ковер и сразу увидел, что здесь кто-то побывал. Ваше счастье, Макферсон, что здесь все в порядке, и что эта дама не унесла ничего важного. А то бы я показал вам, где раки зимуют. — Мне очень жаль, мистер Холмс, что я побеспокоил вас по такому ничтожному делу. Я думал, что вас заинтересует это пятно. — Да, это интересно. А скажите-ка мне, Макферсон... — Эта дама заходила сюда только один раз? — Точно так, сэр, только один. — А кто она такая? — Я не знаю ее имени, сэр. Она говорила, что занимается скинографией и ищет работу по объявлению. Ошиблась домом и забрела сюда. — Очень милая дама, сэр. — Высокая и красивая? — Точно так, сэр, высокая. И красивой ее тоже можно назвать. Пожалуй, даже очень красивой. Пришла, да и говорит. — Констебль, дайте мне взглянуть на комнату. И так любезно она меня попросила, что я не смог ей отказать. Решил, что проблемы тут не будет. Подумал, пускай поглядит. — А как она была одета? — Очень просто, сэр, в длинной накидке до самого пола. — А во сколько она приходила? — Как раз темнело, сэр. Когда я шел назад с Брэнди, начали зажигать фонари. — Очень хорошо, — сказал Холмс. — Идемте, Ватсон, нам предстоит важное дело. Мы направились к выходу. Лестрейд остался в комнате, а кающийся констебль бросился отворять нам дверь. На пороге Холмс остановился, вынул что-то из кармана и показал полицейскому. Тот так и ахнул. — Боже мой! Холмс приложил палец к губам, положил обратно в карман изумившую полицейского вещицу, и мы вышли на улицу. — Великолепно! — воскликнул он. — Идемте скорее, Ватсон. Занавес поднят, последний акт пьесы начался. Можете быть спокойны, Ватсон, войны в Европе не будет. Блестящая карьера достопочтенного сэра Трелани Хоупа не пострадает. Неосторожный правитель не понесет наказание за свою опрометчивость, а нашему премьер-министру не придется бороться с международными осложнениями. Теперь от нас требуются такт и ловкость. И история, грозившая бедой всему миру, не будет стоить и ломаного гроша. В эту минуту я был преисполнен восхищением перед талантом моего друга. «Вы решили эту задачу?» – воскликнул я. «Это едва ли, Ватсон. В деле все еще есть неясные пункты. Но нам уже известно так много, что просто будет обидно не узнать всего. Мы отправимся прямо на Уайтхол-террас и доведем дело до конца». Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Кровавое пятно». Радиозвезда